Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии с Ридой. Собственно, как и всегда, в 9.30 по московскому времени мы разбираем события минувшего торгового дня и стараемся с учетом запланированных событий, статистики, спрогнозировать, какие изменения могут произойти по ключевым инструментам, на которые мы делаем традиционную ставку. Друзья, я думаю, вы все следите за тем, что происходит сейчас в плане темы предварительных промежуточных выборов в Конгресс. Для доллара эта тематика, конечно же, интересная, однако все-таки основные движения мы сейчас наблюдаем не в долларе. Куда интереснее сейчас смотрится нефтянка, нефть валится в соответствии с нашими ожиданиями. Я думаю, то, что настроение априори за это должно быть довольно неплохим, тем более, что мы на пороге того, чтобы сделать цель, которой руководствовались мы ранее, это цель 70 долларов за баррель. И я думаю, что с учетом того, насколько активно развивается нисходящая динамика, эта цель может быть достигнута чуть ли не в самые ближайшие часы. Сегодня у нас на повестке запасы нефти США в 18.30 по московскому времени будет опубликован этот отчет. И на фоне ожиданий и накопленного, скажем, опыта того, что этот релиз действительно оказывает серьезное влияние на локальное то, что происходит с нефтянкой, мы можем предположить, что сегодня как раз и будет тот самый момент X достигнут, когда котировки коснутся этой долгожданной поддержки. Это, конечно же, супер оптимистичный сценарий для продавцов, то есть для нас с вами. Но я также хочу в качестве альтернативного сценария допустить то, что сегодня статистика может разочаровать и локальную инициативу перехватит покупателей. Друзья, будьте к этому готовы, нормально к этому относитесь, потому что давно пора уже обозначить свое присутствие тоже на рынке, поскольку очень долго мы без каких-либо выраженных откатов снижаемся. Кстати, если немножко отойти от бренда и коснуться WTI, там снижение продолжается, по-моему, уже с сессию седьмую подряд, и это самый длительный тренд, интервал, опять же, нисходящий динамики за последние месяца 18-20, можно сказать, даже за два года. То ли еще будет, ведь мы работаем с долгосрочными фундаментальными факторами. То, что нефть развернулась, сейчас находится под давлением, это не причина какого-то локального обстоятельства новостного, которое появилось вот на рынке и может быстро с него сойти. Я думаю, то, что мы работаем с уже устоявшимся четким пониманием того, что оправданными для нефти являются ценовые значения гораздо ниже текущих значений. Поэтому с большим удовольствием, друзья, специально для вас я продолжу анализировать все, что на рынке происходит, и я забегая вперед, опять же, надеюсь, то, что у нас будет еще с вами возможность говорить о более низких значениях, которые мы наблюдаем на наших терминалах. Вернемся к повестке текущего торгового дня. Конечно же, сегодня весь день мы будем обсуждать, следить за реакцией рынка на промежуточные выборы в Конгрессе. Предварительные томи уже есть, я сейчас к ним перейду, когда мы будем разбирать то, что происходит непосредственно в динамике доллара. Ну, хотя многие из вас, я думаю, уже ознакомились с основными заголовками, которые присутствуют в СМИ, и знают, что ситуация разворачивается по тому сценарию, который мы с вами предположили еще день назад. Конгресс оказался разобщенным, то есть демократы получили большинство в палате представителей, хотя подтверждение этого еще нужно окончательно получить, потому что мы работаем только с предварительными данными, еще не все бюллетени подсчитаны. А вот что касается республиканцев, к которым, как вы знаете, относится и Трамп, то, как и было спрогнозировано, Сенат остается за ними. К чему это приведет? Большой вопрос. Я думаю, что можно порассуждать с точки зрения разных сценариев, но у меня есть свое видение того, что происходит, и дальше будет. Я, собственно, этой позицией с вами, конечно же, поделюсь. Возвращаясь к повестке текущего торгового дня, помимо запасов сегодня, друзья, состоится еще и публикация ставки «Резервного банка Новой Зеландии». По Новозеландцу мы уже находимся в очень хорошем плюсе. Новозеландец активно растет. Кстати, вот сегодня на азиатской сессии мы видели локальные максимумы, которые чуть-чуть не дотянули до сопротивления 0,68, и я буду рекомендовать друзьям, да и уже, в принципе, это делаю, уже начинать фикситься, даже с учетом того, что курс новозеландца, возможно, уже и откатился от максимумов, которые были зафиксированы сегодня в рамках дня, и сейчас находится в районе 0,6750 или 0,60. Это все равно приемлемые уровни, это все равно хороший профит. Нужно сказать спасибо новозеландцу. И, пожалуй, действительно будет весьма целесообразным все-таки не рисковать, не дожидаться решения по процентной ставке, чтобы не оказалось так, что рынок в очередной раз нас обыграет и покажет мне ту динамику, которую нам бы хотелось. Поэтому сегодня будем в 23.00 следить за процентной ставкой. Это для тех больше, кто будет стараться выжать по максимуму и сейчас не воспользуется моей рекомендацией все-таки закрытие торговых позиций. Но лично я, друзья, уже пофиксился, и сейчас из валют стран Океании слежу только за австралийцем. Жду, когда же все-таки этот актив пойдет вниз, особенно после последнего прогноза Кристин Лагарда. Буквально несколько часов Кристин Лагард, как вы знаете, возглавляет Международный валютный фонд. Оценили перспективы роста Китая. Очень важно в регионах для Австралии, учитывая тесные торгово-партнерские связи. Так вот, согласно прогнозам Кристин Лагарда, в 2019 году Китай продолжит демонстрировать нисходящий опеке по темпам экономического роста и в лучшем случае восстановление составит 6,2%. То есть прогноз очень сильно пересмотрен с прошлой оценкой. По-моему, в апреле и в мае мы в последний раз видели прогноз и работали с ним от Международного валютного фонда. Тогда значились цифры в диапазоне от 6,4 до 6,5. То есть прогноз снижается. Я думаю, что к концу года, может быть, картина изменится в более худшую сторону. И предпосылок для этого довольно-таки много, потому что все вот эти слабые цифры опираются именно на, в том числе, торговую неопределенность, в которой сейчас замешаны Китай вместе с Соединенными Штатами Америки. Как вы знаете, по этой теме пока что света в конце туннеля у нас не предвидится. Тем более, что администрация Трампа уже заявила о том, что никаких распоряжений о Трампе лично они не получали о подготовке и проработке документа, который позволит урегулировать все вопросы торговой неопределенности. Поэтому мы будем продолжать работать с этим риском. Но теперь давайте, друзья, по нашему традиционному сценарию, по ключевым валютным инструментам и активам сырьевого рынка. Начнем мы с нефтянки. Low, который был зафиксирован в рамках вчерашней торговой сессии, это 71.18. Соответственно, если мы попробуем провести параллели, когда мы видели последний раз такие низкие цены на углеводороды, это, по-моему, в середине августа. Вот по WTI, который в тикетах о маркетсе значится под лейблом USOIL, в частности, бренд это UCOIL, как вы знаете, поскольку, уверен, многие из вас торгуют нефтянкой и сейчас на ней зарабатывают. WTI, как я уже отметил, снижается более интенсивно, более активно, чем бренд. Но в целом нисходящая динамика характерна для всего рынка черного золота. Основной, центральной темой для трейдеров остаются санкции, вступившие в силу 4 ноября, то есть минувшее воскресенье, это санкции США против Ирана. Но к этой теме уже относится не как к фактору новостному поддержки для нефти, а как к фундаменту, который оказывает серьезное давление, потому что Трамп принял решение сделать исключение для 8 стран, на которые не распространяется запрет на покупку иранской нефти. Если мы географически будем разбирать, кто же эти 8 счастливчиков, то в целом поймем то, что ключевые покупатели иранской нефти по-прежнему имеют законное право ее покупать. Среди них Турция, среди них Индия и Китай. Поэтому я не разделяю прогнозы тех, кто считает, что производство нефти в Иране снизится ниже 1 миллиона баррелей. Я считаю, что так и будем держаться в диапазоне 1,4-1,8 миллиона по производству. И в принципе ничего ему больше угрожать не будет. Почему Трамп принял такое решение? Мы об этом с вами уже говорили. Он четко озвучил свою позицию еще в понедельник о том, что несколько, скажем, придержит лошадей в плане агрессии в отношении Ирана, поскольку прекрасно понимает, что если бы он не принял таких решений, в конце концов мог бы создать риск дефицита предложения на глобальном рынке, мог бы спровоцировать еще больше ралли нефтянки, еще больше недоверия, недовольства со стороны, собственно, американских домохозяйств, поскольку цены на топливо являются компонентом, очень важным, делающим, скажем, потребителей крайне чувствительными к тому, что происходит на этом рынке, поскольку одной из основных статей расходованного хозяйства как раз является тот же самый бензин. Поэтому позиция Трампа более чем ясна и понятна, но хочу добавить то, что не только, собственно, санкции против Ирана и исключение в отношении распространения этих санкций оказали вчера давление на котировки нефти, вчера мы еще работали с месячным прогнозом, докладом администрации аналитической информации, в соответствии с которым, друзья, готовьтесь к этим цифрам, я думаю, что они сейчас вас порадуют, особенно если вы разделяете мою позицию того, что котировки будут неизбежно валиться. Так вот, согласно прогнозу администрации аналитической информации, в 2019 году штаты выйдут на показатель добычи гораздо выше 12 миллионов баррелей в сутки. Но я думаю, что вы понимаете, насколько это много, насколько это значительная цифра, способная реально повлиять на балансовое состояние спроса и предложения, потому что фактически с текущих уровней 11,2 миллиона мы говорим о, ну, позвольте мне округлить, о приросте добычи почти на 1 миллион. До этого мы также обсуждали, сколько нефти добывается в странах ОПЕК, в России, не будем возвращаться к этим цифрам. Сегодня, еще раз повторюсь, есть локальный триггер для нефтянки, это данные по запасам, они будут публикованы на 18.30 по московскому времени. Вчера у нас прошла своего рода репетиция от Американского института нефти, запасы выросли на 7.83 миллиона, по прогнозам сегодня официальная статистика также укажет на прирост запасов примерно на 2 миллиона баррелей. И, соответственно, прошлая неделя может стать уже седьмой неделей подряд, когда запасы растут. Поэтому, друзья, в начале брифинга я допустил, что все-таки самый вероятный сценарий, если цифры эти подтвердятся, сегодня возобновление давления на нефть и ТЭЦ все-таки поддержки 70 долларов за баррель. Но если сегодня на отчете все-таки участники рынка попробуют нефть выкупить из-за цифр, которые, вероятно, могут, все-таки, вероятно, действительно присутствовать, показать не о росте запасов, а о снижении, но особо настраиваться не будем, потому что основные факторы распродаж, они никуда не деваются. Рубль, в принципе, как мы и констатировали, ожидаемый рост доллара, то есть револьвацию рубля против американцев, так, в принципе, этот сценарий сохраняется. Сейчас, опять же, возвращаясь к реалиям российского рынка, все активнее поднимают вопрос новых финансово-экономических санкций по делу Скайполей. Я думаю, что к этой теме мы, конечно же, вернемся. Но к санкциям мы готовимся очень давно, уже ожидаемых в конце ноября, и помним, как рубль реагировал на прошлые этапы такой санкционной агрессии Запада, и знаем то, что ничего не изменится и сейчас, то есть рубль также будет терять. Плюс ко всему, ждем сегодня, разумеется, открытия торгов на российской бирже с пресса на рубль, потому что другого не дано на фоне того, что нефть обновила минимальное значение, собственно, с августа. Поэтому цель ближайшая – это 67, я думаю, что также этот уровень будет достигнут в перспективе ближайших торговых сессий. Доллар и иена – 113.20, сейчас котировки вроде бы как тема довольно интересная, связанная с промежуточными выборами в Конгресс США. Соответственно, сегодня мы должны были бы уже работать с котировками отличными от того, что мы видели ранее. Ну, друзья, в принципе, то же самое, что и день назад. Да, волатильность периодически возрастает, но все равно все укладывается в такую среднюю медиану движения доллара и иены, и эта средняя медиана демонстрирует все-таки устойчивость к внешним новостным шокам американца и все-таки готовность и желание работать с тем фундаментом позитивным, который уже устоялся, он связан с ожиданиями роста процентных ставок. Поэтому возвращаясь все-таки к промежуточным выборам. Поскольку республиканцы получили контроль над Сенатом, я думаю, что даже несмотря на то, что Палата представителей сейчас находится под контролем демократов, ничего не угрожает законодательным инициативам Трампа. И, собственно, Трамп это прекрасно понимает. Буквально час назад он сделал заявление о том, что результаты этих выборов — это настоящая победа для республиканцев. Я в какой-то мере с этим согласен. Но давайте все-таки еще дождемся окончательных результатов. Конечно же, с большой долей вероятности уже ничего не изменится. Но, представляете, если каким-то чудом окажется, что и Палата представителей еще останется под контролем республиканцев, тогда у доллара будут только лишь одни перспективы. Это перспективы роста. Потому что ничто не будет угрожать реформаторским порывам Трампа, которые он продолжает реализовывать и притворять, собственно, в жизнь. В целом, по доллару и иене, друзья, у нас есть еще катализатор. Он уезжает уже на торговую сессию от четверга. Это решение по процентной ставке. Но, как вы помните, в этот раз без пресс-конференции. Поэтому пересмотра ставки мы не ожидаем. Но вот сопротивление может подтвердить готовность резерва повысить ставку в декабре. Хотя это тоже неоткровенно для рынка, поскольку все уже знают, что ставку повысит. В общем, давайте сохранять длинные позиции. Для тех, кто еще не торгует долларом и иеной, предлагаю дождаться потенциального отката, если он будет в район 112,80-112,90, и уже оттуда, собственно, приобщаться к длинной позиции. Евро против доллара 1,1461. На локальной слабости, которая была все-таки продемонстрирована долларом на азиатской сессии, мы видели то, что риск воспрял духом. В частности, евро улетело выше отметки 1,1460. Теперь корректируется. То есть, на европейскую валюту повлиял только фон, связанный с выборами. Если мы вернемся к факторам средней долгосрочной динамики, то они остаются прежними. Это рачарование статистикой, это ожидание дальнейшего роста доллара, соответственно, контрастности облигаций, доходности немецких и, собственно, американских. Неопределенность, которая связана еще и с итальянским бюджетом. 13 ноября уже совсем не за горами. Друзья, Италия по-прежнему не дала рынку ни единого намека и общественности в целом полагать и думать о том, что работа над документом ведется. Я думаю, что очень интересная еще тема будет по мере приближения 13 ноября. Я думаю, что в целом мы будем говорить о неизменности позиций Италии, которая не планирует пересматривать дефицита бюджета. Это негатив, конечно же, для еврозоны в целом, потому что очередной прецедент, такого, друзья, еще не было. И, в конце концов, если Европейский Союз начнет огрызаться и в лице Еврокомиссии чинить какие-то финансовые барьеры и неприятности для Италии в экономическом смысле, то мы снова вернемся к теме Италии, которая, в принципе, все еще актуальна. И мое субъективное мнение, что до этого реально может дело и отойти. По евро против доллара из последних отчетов я хочу выделить лишь производственные заказы, которые по Германии в очередной раз разочаровали. В годовом выражении у нас снижение до 2-1%. Друзья, ну и еще один слабый релиза в копилку. И без того огромного количества слабых отчетов, которые мы анализировали за последние месяцы. Поэтому по евро-доллару предлагаю сохранять долгосрочные короткие позиции. Ну и для тех, кто не торгует еще, евро приобщаться к селам по мере снижения пары в диапазон 1.1360-1.1380. Хорошие уровни для продаж. Фунт против доллара 1.3142. В принципе, локальный позитив последних часов связан с той же темой, что и в отношении европейской валюты. Фунт там продолжает руководить новостной фонд по Брэкзиту. Он крайне противоречивый. Вчера мы видели, как в моменте пара с отметки 1.3090 улетела в район 1.3010. То есть ослабление порядка на фигуру. После того, как лидер одной из северно-ирландских партий сообщил о том, что соглашения по-прежнему нет и предпосылок в отблизи же нет. Также не имеется. Однако, под конец торгового дня на рынке появились новости о том, что 19 ноября Доминик Раб, который возглавляет делегацию приговорщиков от Англии, собирается представить уже подписанные Евросоюзом документы соглашения по Брэкзиту, которые позволят Англии сохранить доступ к единому европейскому рынку. Друзья, я не знаю, чем вы верите. Сегодня новости такие, завтра совершенно противоположного характера опровержения и доказательства того, что соглашения по-прежнему нет. Здесь, еще раз повторюсь, нужно выбрать для себя позицию, которую вы разделяете. Верите ли вы в этот позитив, либо нет. Наверняка знаете мою позицию. Я считаю, что Брэкзита мягкого не будет. Поэтому, в принципе, для меня с большим интересом остаются сделки, которые предполагают ослабление британца против доллара. По новозеландцу, еще раз повторюсь, друзья, рекомендую зафиксировать профит и пока что оставить в покое данный инструмент, даже несмотря на то, что впереди у нас важное событие – пересмотр процентной ставки. А вот по австралийцу, еще раз напомню, что сейчас котировки 0,72,64. После пересмотра прогнозов по экономическому росту Китая, я думаю, что австралийцу уже давно пора включать заднюю и, собственно, уступать позиции доллару. Поэтому жду все-таки возобновления коррекционной динамики. Жду, что мы снова приблизимся к поддержке 0,70. То есть, позиция в цел остается в приоритете. Доллар канадец 1,31,25, друзья. Сейчас мы видим то, что на канадца очень активное влияние оказывает то, что происходит на рынке нефти. Альтернативный сценарий, собственно, по нефтянке предполагает то, что так просто, собственно, уровень 70 не дастся. Скорее всего, потребуется какой-то период проторговки с возможным даже откатом в район 75 долларов за баррель. Этим должны воспользоваться покупатели канадца, которые, ну, очевидно, сейчас даже вот по часовому таймфрейму, видно, пытаются перехватить инициативу доллара, но доллар оказывается все равно бодрее. Багаж для роста у канадца довольно серьезный. Я думаю, что нужна лишь доп. поддержка. Ему, возможно, в восстановлении цен на нефть, как раз такую, собственно, услугу ему и окажет. В целом, по доллару канадца, друзья, я сохраняю короткую позицию. По аргументам и причинам, я думаю, что вы знаете, почему я придерживаюсь такого взгляда. На этом, собственно, все. Хорошей торговой ассистии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире через перископ. Хорошего дня. До завтра. Продолжение следует...